Всем привет! Сегодня поговорим о том, как же все-таки добиваться того, чтобы вам помогли. Вот у меня пользователь написал, что сборку не может скачать. Ну, я в это время находился на работе, тем не менее нашел время, проверил. Сборка, значит, накачалась и с хрока, и с меги. Ну, и на вопрос для того, для кого я ее выложил, я ему написал, что сборка выложена для тех, у кого качается. Ну, и на что, значит, уже последовала реакция. Качается у тебя голова, ну, и так далее. И что, хам, и так далее. То есть, если чуть что не так у человека, не потому, как он желает, значит, все остальные виноваты. Ну, в жизни я с этим много раз встречался, сказать, не мальчик. Ладно, пошли дальше. Шесть часов назад, человек опять пишет, значит, была семерка, обновился в десятке, все легло. Ни скайпа нет, там ничего не работает, Microsoft недоволен. Теперь, к вам не первый раз спешу, ответа нет. Интересно, куда мне человек писал, и почему, значит, я не видел его сообщения, непонятно. Сайт, значит, он, очевидно, просмотрел до дыр. Написать никак, оставляя, значит, в этом Google и так далее. Как с вами связаться? На деревне дедушки и так далее. Отвечаю, что, если не качается что-то, попросите помощи у знакомых, у друзей. Пусть вам помогут скачать и поставить. Тогда уже и спрашивайте. Ну, опять-таки, начинается эмоциональная сфера, значит, про жизнь в Донецке, про обычное хамство и, значит, так далее. Ну, смотрим. Ну, и еще дальше, значит, что, значит, кто-то его там в чем-то обманул. Извините меня, я с вас деньги за свои видеоролики и за их просмотры беру, чтобы вы с меня что-то там требовали. Сборки мои качаются, люди их устанавливают, смотрят. Сборки сделаны для ознакомления. И я в основной опорой делаю на уроки и учу людей, как скачать и настроить официальный дистрибутив. Ну, а здесь уже, как говорится, опять начинается форменная истерия. Вот, характерная, как говорится, для людей, у которых что-то не получается. Ну, ладно, все это эмоции. У меня таких пользователей уже было несколько человек. Значит, вот, господа, посмотрите, что нужно делать. Вот есть сайт. И если вы, как пишете, что просмотрели мой сайт до дыр, то вот одну дырку вы не заметили. Вот есть форум. Так вот, на форуме надо просто зарегистрироваться и посмотреть список тем, которые на нем обсуждаются. Вот, допустим, человек пишет, не загружается система. Вот, нажали, пожалуйста, читаете, какая проблема была у человека. Вот, дали ему совет, что там, где, как посмотреть. Все, значит, пожалуйста, стало понятно и все стало ясно. Ну, и, собственно говоря, как вы это дело проглядели? Что, тяжело зайти на форум, зарегистрироваться, попросить нормальным русским языком, без вот этих вот прибамбахах, значит, нормальной помощи. О себе я скажу. Вы думаете, что тут я живу в Ливерпуле и, как говорится, как сыромасли катаюсь? Нет, приходится работать. Вот, я возродился домой сегодня в 23.36, а пишу вам ответ в 23.57. Перед этим у меня, значит, я работал, была ночь 12 часов. Причем от моего дома до места работы приходилось добираться на перекладных 2 часа и обратно. Немножечко поспал там, получалось 6 часов и обратно. Значит, 12 часов отработал. Затем, безо всякого сна, значит, вот на другую работу. И на другой работе, значит, с 10 до 10 вечера я, значит, отработал. Домой вернулся где-то в полночь, поспал 7 часов, обратно туда. Ну и вот сегодня, по крайней мере, надеюсь, что, по крайней мере, с часу ночи, там, до 7 утра я посплю. То есть, понимаете как? Вот вам вынь да положь. А то, что, допустим, автор, он живой человек, что у него есть, как говорится, там, свое свободное время, и он работает когда-то. И что, несмотря на это, все-таки я умудряюсь делать там видеоуроки, там, рассказывать и показывать. И даже когда появляется в свободное время кому-то там помогать по тимьюеру, значит, это почему-то так это принимается как должное. Так вот, понимаете, я не хочу, там, это самое, вас винить, там, за ваши, там, эти эмоции, ну, под настроение, как говорится, там, вот. Первый раз, там, я бы, там, обиделся, вот, на такие вот вещи. Ну, тут уж не говорю, там, это самое, об остальном. Ну, дело в том, что это можно тут до бесконечности, все. Вот вам, как говорится, пожалуйста, был дан нормальный, как говорится, пример. Если не можете достучаться до автора, для чего сайт и сделан, вот, регистрируйтесь на форуме. Регистрируйтесь на форуме. На форуме, значит, пожалуйста, или создавайте свою тему, или близкую к вам какую-нибудь, это самое, подберите и там свой вопрос задайте. Тут много людей, и очень доброжелательные, и всегда стараются там помочь и так далее. И безо всяких этих соплей и эмоций нужно решать проблему вот таким вот образом. А кто там живет в Донецке, там, кто в Ливерпуле, да какая разница. Вот, ну, просто, вот эти вот эмоции свои, вы стараетесь так это немножко сдерживать. Потому что, ну, мне вы, собственно говоря, ничем там особенно не досадили. Вот, жалко, конечно, что у вас не получается эта установка. Ну, выбирайте язык, выбирайте выражение. Я, так сказать, на будущее просто такие вот, как говорится, сообщения просто буду удалять, и автор таких сообщений больше вообще никогда на сайте не появится. Просто я вам хотел показать, значит, путь, как нужно решать проблемы. То есть, поймите, что для чего, значит, и сайт делался-то. Вот, вот, никогда не думали. Вот, вы посмотрите. Помимо форума, ведь, значит, у меня, значит, вот на сайте, значит, имеются, значит, авторские видео, да? Вот, посмотрите, сколько человек, значит, делает самые различные видео по самым различным тематикам. Идете на любого из них, смотрите их видеоролики, оценивайте, там, берете то, что вам нравится. Вот. То есть, тоже хорошая и посильная помощь. И плюс, значит, вот, как я показал, на форуме, на форуме просите помощи, потому что, ну, не могу я, если кто-то думает, что я 24 часа в сутки сижу у компьютера и всем там помогаю и рассказываю, вот, посмотрите, у меня вот на этой неделе вот еще впереди мне предстоит вот такие вот веселые вещи работать. И там, как дальше сложится, еще я не знаю. Почему я написал, что уважайте время автора, уважайте. То есть, я тоже человек и не могу я там, это самое, по первому вашему, извините меня, звонку там, бежать там и сломя голову и вам помогать. Вот о чем я прошу. Значит, большинство пользователей, естественно, они, значит, стараются посмотреть внимательно видеоролик. Кстати, под видеороликом, вот, к вашему сведению, так, показываю, под видеороликом. Вот, если смотреть обычно, вот, видно только, что скачать сборки с Кроку, с Крока и с Меги. Откроете, показать больше. Вот. Как установить на флешку? Нажимаете, попадаете на тот участок, откуда вам показывается, как ее установить. Как установить флешки на жесткий диск, тоже показано. Сразу попадаете на нужное место видеоролики. А здесь, как настройки делать на жестком диске? Ну, уж, я не знаю, там, сколько, там, мне еще, там, можно, там, разжевать и так далее. Ну, я, по крайней мере, так сказать, старался бы показать и рассказать людям, вот, допустим, как я это дело делаю. Естественно, что не у всех это может получаться, но тут уж, как говорится, извиняйте. Ну, большинство людей, там, человек 10, 9 из 10, ну, как правило, у них все получается. Не получается, вот вам путь. И давайте, как там, безо всяких, там, этих эмоций, указания, значит, национальности городов и стран, я это не люблю и не принимаю. Говорим о Линуксе, пожалуйста. Путь вам указан. Вперед из песней. Вот, ну, и еще раз, говорит, хочу, вот, показать, вот, путь своим, значит, пользователям, что, если что-то непонятно, ну, что, ну, зашли, на форум зарегистрировались, задали в тематику вопроса, как правило, в большинстве случаев вам помогает. Вот, ну, поверьте, во-первых, народ, там, нормальный, с пониманием, там, без всякого гонора, никто, там, никого не оскорбляет. Именно, вот, так, ну, по-деловому. Вот. Да плюс, вот, еще вам куча авторов, посмотрите, вот, хочу еще раз их порекламировать, это вот мои, значит, хорошие знакомые, которые, значит, вот у меня появились за время, значит, работы, значит, на трубе. Вот они, по каждому из них кликнули. И ради бога. Вот, смотрите, Александр Клич, ну, великолепный же автор. Кто занимается там музыкой и так далее, вот у него там, по-моему, семерочка была, что ли, я сейчас не помню. Ну, такой там у него ролик, это вообще был. Семерка, так, контрольный. Что-то у него было очень хорошее, именно, по музыке. По-моему, Лубунту. Что-то, вот, по-моему, здесь. Там где-то середина ролика, он там такие вообще выдает, вот эти самые вещи, что, ну, просто класс. Вот, ну, ладно, значит, я просто еще раз так этот ролик сделал, чтобы, ну, люди поняли, что никто не сидит, вот, понимаете как, я ведь работаю не за деньги, а просто, ну, что знаю, тем делюсь. Ну, ну, жадом никогда не был, поэтому делюсь. Вот, ну, в то же время, как говорится, вот, ну, понимаете как, ну, поймите мне тоже, что я тоже человек. Сейчас бы я уже, может быть, там, это самое уже в кроватке бы давно лежал, а сейчас вот приходится это видео делать, а куда денешься. Вот, так что уважайте, как говорится, и труд автора. Ну, ладно. Значит, Василий Иванович, вот, значит, вам подсказка, и безо всяких там этих ваших эмоций, идите и спрашивайте людей, если до меня не смогли добраться. Вот и все. Ну, а эти, как говорится, вот, первые, как говорится, оставьте для кого-нибудь другого. Никто нигде это дело не любит. Учитесь все-таки разумно подходить к таким вещам. Ну, ладно. Желаю всем всего доброго и до новых встреч.